Что же такое финансовая состоятельность? Меня зовут Владимир Корниенко. Я русскоязычный бизнес-тренер на малом рынке и трансформационный коуч. Я думаю, что ответ на этот вопрос, что такое финансовая состоятельность, хотели бы знать многие. И любого человека, которого я спрашиваю, хотите ли вы стать состоятельным человеком, конечно же он отвечает, хочу. Но согласитесь, для того, чтобы узнать, что же такое состоятельность, надо как минимум разобраться с двумя вещами. Что же такое финансы и что такое состоятельность. Согласитесь, для того, чтобы стать здоровым человеком, нужно знать как минимум, что такое здоровье. Для того, чтобы стать, например, спортсменом, нужно знать, что такое спорт. или для того чтобы стать автомобилистом нужно знать как минимум что такое автомобиль и дорога ну и для того чтобы стать состоятельным человеком нужно знать что такое финансовая состоятельность и прежде всего нужно разобраться с двумя понятиями что такое финансы и что такое состоятельность Финансы для большинства олицетворяются с деньгами Впрочем, так это и есть И в словаре так и написано Финансы – это деньги А в широком смысле это трактуется так, что это способность распоряжаться деньгами Но что же такое состоятельность? Если разобрать этимологию этого слова То как вы думаете, приставка «со» о чем говорит? Приставка «со» – это знак соединения, объединения чего-то с чем-то И также это знак согласия с чем-то К чему эта приставка приставлена Состоятельность – что такое стоять? Состояние человека – это такое состояние, с чем он крепко стоит на ногах Если мы говорим о финансовой состоятельности Значит мы имеем в виду, что этот человек крепко стоит на ногах со своими финансами И для того, чтобы разобраться, что же такое вместе финансовая состоятельность Нужно узнать, чем ее можно измерить Все родители хотят, чтобы дети состоялись в жизни Все люди хотят добиться финансовой состоятельности Но для того, чтобы ее достичь, нужны инструменты знания и способности Как вы думаете, чем можно измерить финансовую состоятельность? Давайте подумаем Давайте поищем то мерило Которым можно измерить эту финансовую состоятельность Есть единственное мерило, которым можно измерить финансовую состоятельность Это тот ресурс, который есть у каждого человека. И ресурс это время. Время это и есть та измерительная единица, в которой можно измерить финансовую состоятельность человека. То есть финансовая состоятельность измеряется временем, в течение которого вы можете прожить, поддерживая тот достойный уровень жизни, прекратив работать. Как вы думаете, какая ваша финансовая состоятельность? На каком уровне? Сколько времени вы сможете прожить, если прекратите работать? У кого-то это несколько дней, а для кого-то финансовая состоятельность измеряется несколькими месяцами, если есть, конечно же, запасы. Но вы знаете, есть люди, которые грамотно распоряжаются своими деньгами. Это инвесторы. Они получают доход в виде процентов, поступающих к ним от грамотно размещенного капитала. И если ваш инвестиционный доход, когда вы станете инвестором, будет поддерживать вашу жизнь на хорошем уровне, то, согласитесь, уровень дохода, финансовая состоятельность такого человека на очень хорошем уровне. Правда? И, конечно же, такого человека можно назвать в полной мере финансово состоятельным. Дело в том, что наше современное образование не учит трем важным вещам, которые необходимы в жизни. Не учит вырабатывать три главных навыка. Первый навык – это ставить и достигать цели. Второй – это выстраивать гармоничные отношения. И третий – распоряжаться деньгами. Если вы знакомы с трудами Роберта Киосаки, уважаемого нового и одного из моих учителей, то вы, наверное, помните, что деньги поступают к людям из четырех источников, могут поступать к людям из четырех источников. Первый – это от работы на работодателя или, как раньше называли, рабовладельца. Второй вид дохода – это от работы на себя. Но в этом случае нужно помнить, что 24 часа в сутки – это все, что у вас есть. Третий вид дохода, который может поступать к вам – это от собственного бизнеса, то есть от работы других людей на вас. И четвертый вид дохода – это доход от инвестиций, то есть от грамотно размещенных денег, когда деньги работают на вас, а не вы на деньги. Что же нужно сделать для того, чтобы достигнуть такого уровня? Для этого нужно изменить всего три вещи. Вам нужно изменить свои мысли о деньгах. Второе – вам нужно изменить свои мысли о себе. И третье – нужно изменить свои мысли о вашем будущем. Теперь вы понимаете, почему в мире так мало финансово-состоятельных людей. О чем думает большинство? Большинство думает, получив деньги, о том, как бы их потратить. На что их потратить? И на какие удовольствия их потратить? У таких людей с таким образом мышления деньги кончаются довольно быстро. А им хочется большего и большего. И для этого им нужно еще больше работать. И таким образом круг замыкается. У таких людей в голове есть только одна модель существования, одна модель жизни. То есть работать за деньги и тратить деньги на удовольствие. Не учат. Не учат нас инвестировать. И это бич нашего времени. К сожалению. Вы знаете, для того, чтобы изменить свои мысли о деньгах, конечно же, нужны усилия. Знания тоже важны. Но наибольшая важность имеет именно ваш образ мышления. То есть то, как вы думаете о себе с деньгами. О том, что вы думаете о других людях с деньгами. И о том, что вы думаете о своем будущем. То есть о том, как вы сможете распорядиться теми деньгами, которые поступают в вашу жизнь. И, конечно же, для того, чтобы достичь хорошего уровня материального благосостояния и финансовой состоятельности, необходимо, первое, это получить точные знания о том, как правильно распоряжаться деньгами. Второе, это начать вырабатывать у себя необходимые навыки для того, чтобы грамотно ими распоряжаться. То есть на практике, применяя те знания, которые можно получить из книг, например, финансовых. Или пройдя определенные семинары или тренинги по финансам. И, наконец, необходимо, конечно же, приступить к тому, чтобы инвестировать. Например, инвестируя в собственный бизнес, здесь инвестируют владельцы или авторы этого бизнеса, которые начинают выстраивать не только деньги, но и свое время, и свои силы, вкладывая их в еще большем количестве, чем сами деньги. И, конечно же, получая достойный доход в виде дивидендов, которые поступают к ним уже после того, как бизнес развился. Это один из, на мой взгляд, наиболее выгодных способов инвестирования, потому что инвестируются не только деньги, но и все ваши знания, все ваши силы и ваше время в ваш будущий успех. Я желаю вам долгой и счастливой жизни, и богатой жизни, и высокого уровня благосостояния, и финансовой состоятельности.